Рав, я прошу попробовать задать вопрос, который очень волнует китайской КЛИ. Китайской КЛИ? Что там есть в Китае? Ну, там всего-то полтора миллиарда китайцев, которые кажутся очень далекими от нас. И мы читаем здесь... Да, они находятся в очень приятной ситуации. Ну, это вы так тонко выразились. Это сейчас все это взорвется очень сильно. Этого мы боимся и... А что бояться-то? Что ты тут сделаешь? Мы все-таки хотим ускорять времена, а не бейто. И я поэтому спрашиваю все-таки, что можно сделать. Потому что мы здесь читаем о Баль-Сул-Ламе, которого Творец послал, чтобы завершить то, что начал Авраам, пройтеть Авраам. И Авраам же, получилось, одновременно послал такие света, которые подавляют продвижение духовное. Да, в Китае особое отношение к Израилю, к народу Израиля. Вообще, на протяжении всей истории, это правда. Это народ, в котором не было антисемитизма. Не было. Они это чтили и до сегодняшнего дня. Это есть такой вот подход особый. Ну, что я тебе скажу? Ну, чисто практически я не знаю, что делать. Я не чувствую, что я могу вообще какие-то такие вещи произвести. Теоретически, если там есть сильная власть правительства, я не знаю, как сейчас, то я сразу же бы их ввел. Вот как тогда с ними такие упражнения проделали, как вот это было с хунвейбинами. Я бы сразу их всех ввел в интегральное воспитание. Да, вот как там и там, и во всем мире, по всему миру, да, ради спасения Китая. Все китайцы, да, подчиняются и получают интегральное воспитание. И с помощью этого они могут привлечь свет, возвращающий к источнику, очень сильный.